Пётр Павленский продолжает сжечь во Франции. Вслед за зданиями ФСБ и Банка Франции Пётр Павленский поджёг выборы мэра Парижа. Живущий во французской столице российский художник-акционист опубликовал скандальное видео, положившее конец к кандидатуре Бенджамина Гриво, одного из лидеров гонки за кресло парижского мэра. По просам социологов Гриво стабильно входил в первую тройку кандидатов, его поддерживал сам Эммануэль Макрон. Но это ему не помогло. Вероятным концом политической карьеры Гриво стало видео, отправленное политиком своей знакомой в Инстаграме. В ролике порнографического содержания, который и опубликовал Пётр Павленский, Гриво мастурбирует. Видео сопровождается скриншотами переписки, в которой мэр сравнивает свой брак с тюрьмой. О последствиях рассказывает обозреватель Франц-24 Армен Григорян. Ясно, что для Макрона это большой удар, ведь он поддерживал Гриво во время гонки. Но в заявлении кандидата содержится определенная несостыковка. Гриво говорит, что все это позорная атака на его частную жизнь, но одновременно решает снять свою кандидатуру. Если это позорная атака, то почему не продолжить борьбу за мэрское кресло? Все дело в политическом имидже. С одной стороны, Гриво создавал себе образ человека семейного, демонстрировал журналистам, как он водит детей в школу. А потом появляется это видео, которое показывает его в совершенно другом свете. Ясное дело, это проблема. Кроме того, когда Макрон пришел к власти, он активно продвигал идею морализации власти, чтобы в жизни чиновников не было подобных несостыковок, мягко говоря. И морализация власти была одной из главных идей Макрона вследствие предыдущих секс-скандалов, произошедших во Франции. Так что ситуация с Гриво – это явно плохие новости для французского президента. Армен Григориан, сам Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, но они должны быть честными. Но он хочет быть главой города, и он лжет избирателям, заявил художник. Акционист утверждает, что получил его от источника, связанного с политиком. Павленский получил политическое убежище во Франции три года назад, но вскоре поджег здание Банка Франции и был приговорен к году тюрьмы. Теперь российский художник-акционист, известный поджогом издания ФСБ и французского Центробанка, опубликовал интимное видео кандидата в мэры Парижа и уничтожил его предвыборную кампанию. Что это – борьба за искренность или грязное политическое убийство? Об этом Андрей Ромашков. Весьма вероятно, что даже если сложить всех сексуальных партнеров, всех кандидатов в мэры Парижа в истории, половые органы Бенджамена Гриво видели больше французов. Именно их, а точнее интимное видео с их участием, опубликовал на этой неделе российский акционист Петр Павленский, получивший убежище во Франции. Как утверждается, кандидат от партии Эммануэля Макрона отправлял ролики с кадрами мастурбации своей любовницы с личного аккаунта в Facebook Messenger. По версии акциониста он получил записи от источника, связанного с политиком. К видео прилагаются скриншоты переписки, сделанные со стороны получательницы. На них политик сравнивает семейную жизнь с тюрьмой и называет одно из присланных видео подарком на ужин своей собеседнице. О реакции парижан рассказывает французский писатель и общественный деятель Марек Хальтер. Мы не можем идти на улицах, не можем идти до ресторана, не можем встретиться с друзьями, потому что всегда будет кто-то, что нас увидит, делать фотографии, и это будет на всех телефонах. Можно видеть, как люди живут. И это прекрасный вопрос и важный вопрос для будущего. Возможно, кандидатам удалось бы выкрутиться из передряги, учитывая то, как привычно Франция к секс-скандалам. Но Гриво, отец троих детей, строил свою компанию вокруг семейных ценностей. Продолжает обозреватель Франц-24 Армен Григорян. Ясно, что для Макрона это большой удар, ведь он поддерживал Гриво во время гонки. С одной стороны, Гриво выставлял себя как человека семейного и демонстрировал журналистам, как он водит детей в школу. А потом появляется это видео, которое показывает его в совершенно другом свете. Кроме того, когда Макрон пришел к власти, он активно продвигал идею морализации власти, чтобы в жизни чиновников не было подобных, мягко говоря, несостыковок. Так что ситуация с Гриво – это явно плохие новости для французского президента. В пятницу, спустя двое суток после публикации видео, Гриво объявил о выходе из гонки за мэрское кресло, назвав акцию Павленского «позорной атакой на приватную жизнь», но и не отрицая подлинность роликов. Поддержали Гриво даже бывшие противники. Действующий мэр Парижа Анн и Дальга призвала французов уважать частную жизнь. А другой претендент на этот пост, Седрик Велани, назвал утечку «угрозой демократии». Судя по массовому осуждению акции, Павленский рискует стать на своей новой родине нерукопожатным. О мотивации российского акциониста рассуждает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ММО Павел Тимофеев. Можно комментировать Павленского. Все-таки это очень такой эксцентричный человек с состоянием своеобразного видения мира. Мне кажется, очень многие люди задаются вопросом о том, о чем он вообще руководствует. Можно лишь предположить, что, ну, либо это, опять же, тоже какая-то символическая акция, чтобы показать какая-то грязная вещь политика, да, что многие политики пытаются выглядеть такими вот моралистами и так далее, а на самом деле у них остается совершенно такая природа, практически полуживотная, да, если угодно. Второе предположение, возможно, просто в данном случае от чего-то вот ему захотелось вот что-то такое вот сделать, показать. Останавливаться Павленский пока не намерен. Интимные видео Гриво стали первой акцией его проекта «Порнополитик». Как указано на сайте, таким образом художник борется с пуританством и лицемерием, а французам предлагается присылать ему грязь на чиновников. Правда, праздник откровенности может продолжаться недолго. Глава французского МВД уже заявил, что Павленского, естественно, нужно судить. За публикацию интимных видео ему может грозить до двух лет тюрьмы и штраф до 60 тысяч евро.